Несмотря на предупреждения, взрослые и дети большую часть свободного времени проводят возле водоемов, которых на территории региона несколько десятков. К сожалению, несмотря на множество несчастных случаев, на воде печальная статистика в этом году засвидетельствовала не менее 14 смертей в воде. Среди погибших двое несовершеннолетних. Одна из самых частых причин гибели – неумение плавать. Даже несмотря на это, люди идут в воду, забыв про инстинкт самосохранения. По этой причине, а именно неумение плавать, 11 июля утонул на втором браковском карьере 17-летний рязанец. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области проводятся проверки, в ходе которых следователи устанавливают объективные обстоятельства и точные причины гибели людей. Основными причинами гибели взрослых являются купание в необорудованных местах, нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошлую неделю утонули пять человек. В воскресенье 12 июля из Аки вблизи населенного пункта Глебова подняли тело рязанца 1963 года рождения. По предварительным данным, погибший накануне в компании отдыхал, распивал спиртные напитки и во время купания утонул. Сотрудники полиции регулярно проводят в Рязанской области рейды по профилактике происшествий на воде. В эти выходные полицейские посетили все официально разрешенные пляжи у водоемов Рязанской области и напомнили отдыхающим правила безопасного поведения на воде. В ходе профилактических бесед сотрудники полиции поздравляли граждан с началом купального сезона, разъясняли меры безопасности и вручали памятки, которые помогут закрепить профилактические рекомендации. Особое внимание полицейские уделяли взрослым, отдыхающим с детьми. Профилактические рейды прошли во всех районах Рязанской области.